ДИАЛОГ По телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Жанна Пеняева. Добрый вечер, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Мы с вами встречались, наверное, ровно год назад в этой студии, тоже так же говорили о том, какие услуги, какую заботу, так скажем, население оказывает управление соцзащитой. Ну, поэтому, наверное, уместно подвести какие-то итоги о том, что изменилось за минувший год, какие-то нововведения произошли в работе органов соцзащиты. Ну, хотелось бы начать с того, что отметить политика губернатора Московской области, она социально направлена, и поэтому все, что происходило в 2016 году и вот буквально, да, в первые месяцы 2017 года, они все направлены на улучшение либо мер социальной поддержки, либо условий приема населения. Хотелось бы отметить, что с 2016 года Щелковское управление работает по новому режиму. Мы работаем с 8 до 20, с понедельника по субботу, без перерыва на обед. Поэтому для тех, кто работал, да, и являлся льготником, конечно, это стало более удобно. Кроме того, наши учреждения подведомственные, которые работают на территории Щелковского района, они работают ежедневно, включая и субботу, и воскресенье. Ну, помимо работы в выходные дни были произведены также изменения в законодательство Московской области, были внесены изменения в закон Московской области о семье и детях. Включено новое понятие «дети со ослабленными возможностями здоровья». Если раньше в наших учреждениях проходили реабилитацию либо дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, либо это дети-инвалиды, то теперь появилась новая категория. И сейчас идет и межведомственная работа, и работа наших учреждений именно на предоставление социальных услуг данной категории детей. А если можно, чуть более подробно, да, вот по каким критериям определяется ослабленная возможность? Медицинским показаниям, то есть это рекомендации именно медицинских учреждений. Если такой статус определен, то данный ребенок может проходить и получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты населения. Кроме того, большое подспорье для многодетных семей. Были внесены также в этот закон изменения о компенсации многодетным семьям за школьную форму. В 2016 году данную компенсацию получили 1100 детей на общую сумму 3 миллиона рублей. Это у нас в районе, да, 1100 детей? Или в целом по области? Это в нашем Щелковском районе, потому что у нас на учете стоят именно жители Щелковского муниципального района. Ну и, кроме того, и мы говорили неоднократно, и были объявления о том, что производится компенсация за капитальный ремонт и также выплата одиноким пенсионерам или одиноким парам пенсионного возраста в размере 700 рублей. То есть все эти выплаты, они выплачивались в 2016 году, а также мы производим эти выплаты и в 2017 году. Ну и изменения для, скажем так, тех, кто имеет право на присвоение звания ветеран труда. 1 июля 2016 года были внесены изменения в федеральный закон о ветеранах. Эти изменения коснулись именно правительственных наград. То есть теперь каждое ведомство определило, какая награда дает право на получение звания ветеран труда. Возраст и стаж остался прежним. 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. И еще одно изменение было внесено. Это военнослужащие, которые имеют выслугу лет 20 и имеют также правительственную награду, теперь также имеют право на присвоение звания ветерана труда. То есть 20 лет выслуги военной приравнивается к 25 годам для мужчин, соответственно, гражданского стажа. Данным гражданам давался отказ в присвоении звания ввиду отсутствия стажа гражданского. Ну а вот получается теперь звание ветерана труда легче получить стало или сложнее? Уменьшилось количество наград, которые дают право федеральных на присвоение звания ветерана труда. Те, кто имел награды до 1 июля 2016 года, они свое действие также имеют, как и имели, поэтому звания также будут присваиваться. То есть кто получил в свое время медаль 850-летия Москвы, в память 850-летия Москвы, да, они могут претендовать на звание ветерана труда? Да. Ну добавлю, что только льготами все могут пользоваться по достижении пенсионного возраста. Ну вот вы уже назвали одну цифру, да, что 1100 детей получили льгот по новому законодательству, которое появилось в прошлом году. Ну если можно еще несколько цифр, да, всего вообще сколько человек в нашем районе пользуется услугами органов соцзащиты? Ну по разным направлениям, конечно. Всего 65 видов льгот оказываются Щелковским управлением социальной защиты населения. 145 тысяч человек пользуются какими-либо льготами. К примеру, льготами по ЖКХ пользуются 44 тысячи человек, имеют социальную карту для бесплатного проезда 48 тысяч человек. Дети, которые получают детское пособие ежемесячное, их около трех тысяч. Ну и различные другие виды выплат, которые мы производим. На общую сумму в 2016 году 1 миллиард 400 миллионов рублей были произведены выплаты льготным категориям граждан. Ну вот социальная карта – это же не только бесплатный проезд, да, это и льготы там. В определенное время можно продукты купить дешевле, насколько я знаю, со скидкой. И какие-то еще, наверное, льготы есть по картам. Или там тоже разные категории? Льготы по социальной карте, они всегда предоставляются только проезд. Но было принято решение, те, кто являются держателями социальных карт, они имеют право на скидки в магазинах в определенное время. И на сегодняшний день мы выдаем социальные карты без проезда, без права проезда по данной карте, но с правом получения продуктов со скидкой в сетевых магазинах. Ну вот, насколько я знаю, даже те же обладатели социальных карт могут, например, отказаться от бесплатного проезда, да, и заменить деньгами. Это возможно? Не все категории данную услугу могут сделать только лишь региональные льготники. Это ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы. Пенсионеру просто дается право на бесплатный проезд. То есть обычный пенсионер, он может для себя выбрать. Либо он ездит и пользуется бесплатным проездом, либо он получает скидку в магазине. Ну, денег не предусмотрено пенсионерам. Точно так же, как и федеральным льготникам. Для федеральных льготников это дополнительная мера социальной поддержки. Губернатором Московской области было принято решение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан по городу Москве. Давайте поговорим немного о, так скажем, структуре и работе вашего управления. Насколько я знаю, три отдела разных, сектор отдельных социальных выплат, да, и плюс еще три учреждения, которые находятся в вашем видении. Это комплексный центр соцобслуживания забота, центр психолого-педагогической помощи «Янтарь», да, и социально-реабилитационный центр для детей, для несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями семья. Если можно более подробно о том, чем они занимаются и кто пользуется их услугами. Хочу добавить, что в нашу структуру теперь вошли и центры занятости, поэтому в структуру социальной защиты населения на территории Щелковского района входит управление и четыре учреждения, те, которые вы назвали, и центр занятости. Да, комплексный центр социального обслуживания оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста, это отделения, которые работают и на дому, отделения, которые оказывают срочные социальные услуги, а также отделения дневного пребывания. За 2016 год данным центром было обслужено 5100 человек, из них 2500 человек обслуживаются на дому, то есть к ним выходят социальные работники, услуги совершенно различные, это от, например, доставки продуктов до помещения нуждающихся в лечебные учреждения, то есть спектр оказываемых услуг очень большой. Кроме того, очень много различных программ работает в данном центре, это мобильная бригада, когда группа сотрудников выезжает в отдаленные районы Щелковского района и оказывает услуги по месту фактического проживания граждан. Кроме того, работает школа для детей, лежачих родителей, которые обучают, как необходимо ухаживать за лежачими больными. Так как у нас сейчас век компьютерных технологий, работают курсы компьютерной грамотности в центре и желающие есть постоянно, то есть наши подопечные совершенствуются. Это надо приходить к вам, естественно, на эти курсы. Да, да, конечно. В выездной услуги такой. Да, к нам. Вот хотелось бы отметить, что практически все получатели социальных услуг зарегистрированы на сайте госуслуг для удобства обращения в пенсионный фонд. То есть вопросы возникают о выплатах, о доплатах. То есть наши социальные работники идут в ногу со временем и также привлекают к этому наших получателей социальных услуг. То есть работа ведется большая в центре. И вот, пользуясь случаем, хочется отметить, что в 2016 году наш центр занял призовые места, проходили областные конкурсы. Значит, один конкурс в ритме танца, это для граждан пожилого возраста. Значит, там мы заняли второе место. Был конкурс скандинавской ходьбы. То есть наши граждане пожилого возраста, я имею в виду жители Щелковского района, принимают очень активное участие в областных смотрах и конкурсах. За что им большое спасибо. Они нам показывают пример. Вот. Ну, то, что касается центра семья. Значит, в центре семья у нас также работает отделение участковой социальной службы, которое работает на выявление семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, либо попали в такую ситуацию и нуждаются в помощи государства и других организаций для того, чтобы выйти на положительный уровень, когда человек сам не может справиться с данной ситуацией, в этом ему помогают специалисты нашего центра. А если учесть, что в центре на учете стоит 425 семей, то это... Это в целом по району? Да, по району. И в них около 690 детей, то есть это большой объем работы, дети находятся на патронаже, какие-то семьи снимаются ввиду того, что они преодолели эту трудную жизненную ситуацию, какие-то семьи стоят и полгода, и год, то есть за ними всегда наблюдают наши социальные педагоги, то есть ведется патронаж данных семей. Ну вот я то, что озвучила, дети с ослабленными возможностями здоровья, это еще одно из направлений центра, данные дети выявляются, и также им оказывается реабилитация. Кроме этого работает клуб подсолнушки, это для детей-инвалидов, которые пользуются спросом, работают квалифицированные психологи, с детьми занимаются, и они достигают определенных успехов. Жанна Альберт, мы еще поговорим, конечно, и о центре «Семья», и о других учреждениях, которые в вашем виде находятся. У нас есть просто первый звонок от наших зрителей, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот вы сказали сейчас насчет 700 рублей одиноким пенсионерам. А от какой суммы, если пенсия, допустим, 15 тысяч в месяц с льготами, ШКХ, льготы, инвалидские, какой подалог с суммой? Мы одиноким пенсионерам. Добрый вечер. Ну, я так понял, это о доплате, по поводу капремонта идет. Нет, это вопрос о 700 рублях, которые мы выплачиваем пенсионерам, одиноким, которые достигли возраста 70 лет, и доход не должен превышать 16 800 рублей. Спасибо. Ну, давайте продолжим наш разговор о центре «Семья». Я сейчас предлагаю посмотреть один короткий видеосюжет о том, как проходят занятия с детишками в этом центре. Но я только сразу оговорю, что это было как раз в преддверии нового учебного года, и детей, так скажем, восстанавливали после каникул, готовили к учебному процессу. Давайте посмотрим, как это было, потом продолжим разговор. К школе готовы. Учебники, ручки, тетрадки и подходящая одежда – только часть подготовки. Собраться нужно еще и морально. Поэтому дети из социально-реабилитационного центра «Семья» отправились в гости к букварю. Педагоги подготовили мини-уроки в икровой форме. Ребята блистали знаниями, вспоминали сказочных героев, состязались в физкультурных упражнениях и делились географическими познаниями. Я думаю, что они с удовольствием встретятся с одноклассниками, и посоревновавшись, набравшись сил летом, и зарядившись хорошим настроением, они с удовольствием пойдут в школу. Центр «Семья» регулярно проводит различные мероприятия. Уже осенью запланирована работа выездных мобильных бригад. Сотрудники центра отправятся в школу и проведут консультации, направленные на профориентацию учеников, профилактику правонарушений и употребление психотропных веществ. Что удалось провести эти выездные совещания? Да, в центре «Семья» также работает мобильная бригада, выезжают психологи, педагоги, выезжают по школам, по профессиональным училищам и проводят цикл мероприятий именно и с подростками, и с детьми. Темы всевозможные. Для малышей проводится такая тематика, более-менее им понятна, это гигиена, учат правилам личной гигиены. Для более старших это и, скажем так, курс правовой этики, когда объясняют подросткам, как необходимо себя вести в нынешнем обществе. И подростки с удовольствием участвуют в данных мероприятиях, они активны, задают вопросы и также отвечают на вопросы, которые задают им специалисты. Кроме того, в рамках данных выездных мобильных бригад принимают участие и другие организации. То есть мы плотно здесь взаимодействуем и с сотрудниками прокуратуры, которые в части своих, допустим, полномочий до детей доводят определенные мероприятия, что можно, что нельзя. Потому что мало кто знаком, скажем так, с правовой стороной, потому что по телевидению это больше какие-то другие передачи. А здесь, когда из уст специализированных служб можно услышать ответы на те или иные вопросы, то это, я думаю, очень хорошо и правильно для нашего подрастающего поколения. И вот мы сейчас посмотрели сюжет, всегда детям, когда проводится мероприятие, дарятся подарки. И мне хотелось бы поблагодарить тех благотворителей, которые оказывают помощь гуманитарную для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вот, например, за 2016 год эта сумма составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства закупались и продукты, и вещи первой необходимости, и также одежда. То есть во всем этом детки наши нуждаются, семьи нуждаются. Большое спасибо вот именно благотворителям, которые находят силы и средства, чтобы оказывать эту помощь. Ну, давайте поговорим о другой организации. Это комплексный центр социального обслуживания «Забота». Насколько я знаю, туда приходят люди старшего возраста. Ну, вот то, что мы уже говорили, там работают и мобильные бригады. Вот я говорила о том, что в «Заботе» у нас 5 тысяч было обслужено в прошлом году граждан пожилого возраста. Ввиду принятия 442-го федерального закона, каждому получателю социальных услуг разработана индивидуальная программа, в которой описаны все те услуги, в которых нуждается тот или иной получатель. Работает отделение дневного пребывания, 30 человек в месяц присутствуют. Также очень обширная культурная программа, двухразовое питание. Желающие есть, и мы стараемся удовлетворить все потребности желающих. Ну, и вот мне можно, если я воспользуюсь случаем, пока про учреждения, говорим про центр «Янтарь». Это еще одно наше учреждение. Оно уникальное, оно единственное в Московской области, потому что в других районах это отделение в центрах. Значит, при нашем центре работает телефон доверия. Кроме того, он подключен к федеральной российской линии. То есть звонки на данный телефон поступают с территории Российской Федерации. Большое количество звонков поступает, около 15 тысяч за год. Принимают специалисты звонков. Звонки разные, ну, ввиду того, что специалисты у нас квалифицированные в данном центре и обученные, то пользуются популярностью данный телефон. И звонков, и обращений поступает как от взрослых, так и от детей достаточное количество. Ну, и также там работает отделение психолого-педагогической помощи, которое оказывает услуги населению. И также будет, начиная с этого года, направление работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть на сегодняшний день все эти моменты отрабатываются, и также будут оказываться социальные услуги в данном учреждении, вот такой категории детей. Ну, а с какими вопросами можно обратиться на ту же горячую линию и прийти лично? Если, как вы сказали, психолого-педагогическая помощь, человек оказался в трудной жизненной ситуации. Какая именно ситуация? На телефон доверия можно обратиться с любым вопросом. Начиная от конфликта в семье, заканчивая конфликтом на работе, то есть детско-родительские отношения. То есть тот вопрос, который вас беспокоит, и вы сами его не можете решить, поговорив с квалифицированным психологом, вы либо получите для себя ответ на волнующий вас вопрос, не задавая этого вопроса впрямую, либо можете прийти на консультацию лично. То есть запись, пожалуйста, приходите, записывайтесь на личную консультацию психолога, то есть центр открыт. Небольшое такое жизненное наблюдение, буквально метров за 50 до входа управления, Челковское управление соцзащитной населения, на столбе висит реклама, ну так скажем, не от руки написанная, напечатанная, но видно, что такого кустарного производства, где некая организация, сейчас, конечно, не буду называть, ее название, написано, что она оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом, как там сказано, она оказывает благотворительные услуги. Ну и два телефона, один, правда, даже бесплатный, там 8800. Это вопрос такой, насколько можно доверять таким организациям, которые предлагают тоже психологическую помощь. На мой взгляд, в Щелковском районе представлен полный перечень социальных услуг, как психологических, так и социальных. И считаю необходимым обратиться в государственную организацию. И если вы уже не найдете поддержки и помощи в государственной организации, тогда, наверное, можно искать выход по объявлению, на каком-то там, на доске объявлений, или, как вы сказали, на столбе. Но, в первую очередь, я считаю, что нужно обращаться в государственные организации, где все услуги, все льготы предоставляются в соответствии с законодательством. Есть контроль и тоже качество предоставления услуг. Дабы не попасть в руки не совсем грамотных и честных людей, для начала лучше обратиться в государственную организацию и узнать, известна эта организация, работает она, либо это никому неизвестная организация, и чем может закончиться оказание услуг через неизвестную организацию, никому неизвестно. И окажется в очередной раз в трудной жизненной ситуации после этого. Да, не хотелось бы. Жанна Элибертон, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем и ответим на вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, меня зовут Юрий. Я представляю интересы своей супруги Пашкина Елизаветы Гергартовны. В 2014 году мы обратились в соцзащиту при своем звании ветеран труда, еще по старому положению. Вот, до сих пор судимся с соцзащитой. Соцзащита, мы уже подали, значит, конституционную жалобу, будем до Верховного суда. Вот, и вот все ваши разговоры, конечно, ветеранин труда, я думаю, что мы еще должны попасть, даже с выходом нового положения, на это звание. Можем рассчитывать? У нас знак, ведомственный знак, отличник соцсоревнований Министерства строительства СССР. Спасибо за вопрос. Отличник соцсоревнований Минстроя еще Советского Союза. Действует? Комиссия по присвоению звания труда работает при Министерстве социального развития Московской области. Есть перечень федеральных наград, которые включены и дают право на присвоение данного звания. На данный момент я не готова ответить на ваш вопрос, потому что необходимо посмотреть документы. Я обязательно завтра посмотрю, запишите, пожалуйста, телефон, он как и телефон горячей линии в управлении соцзащиты 6-98-03. Давайте мы с вами более подробно переговорим, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Потому что в каждом конкретном случае ответ разный. Спасибо, еще один звонок, давайте услышим и постараемся ответить. Добрый вечер, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, вы в эфире, наш следующий зритель. Ну, небольшие проблемы со связью. Надеюсь, что после перерыва сможет дозвониться наш зритель. Возможно, звонок сорвался. Спасибо, Жанна Альбертовна, вот мы уже подошли к небольшому перерыву. Я обращаюсь к нашим зрителям. Не переключайтесь, в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. вопросы моей гости. Ну, мы продолжим наш разговор. Вот мы говорили о социально-реабилитационных центрах, которые у нас в районе существуют, и для несовершеннолетних детей, и для людей старшего поколения. Ну, вот здесь хочется еще уместно вспомнить, наверное, обращение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ежегодное обращение к жителям региона. Я вот процитирую. «Важное направление в социальной сфере – это забота о людях с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году вместе с общественными организациями мы создали 10 реабилитационных мини-центров для детей-инвалидов. В этом году откроем еще 9. Вот вопрос такой. Как реализуется эта программа на территории нашего района? Щелковский район не исключение. В 2016 году было открыто отделение «Мать и дитя» в новом городке для детей-инвалидов, а также услугами данного отделения могут пользоваться дети с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день данное отделение работает, и Щелковский район оказался, скажем так, в десятке первых, который открыл на своей территории данное социально-реабилитационное отделение. В данном отделении нуждались несколько лет, поэтому хочется выразить огромную благодарность и главе Щелковского района, и руководителю администрации Алексею Васильевичу Валову, и заместителю руководителя, который курирует социальную сферу, Родионову Юрию Николаевичу за, скажем так, огромную помощь в создании данного центра на территории Щелковского района, потому что данными услугами этого центра могут пользоваться жители Щелковского муниципального района. Это большой плюс, большое подспорье для родителей с детьми-инвалидами, которые раньше услуги реабилитационные получали на Ивантеевке, в Королеве. И теперь, скажем так, в Щелковском районе работает, функционирует данное отделение. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть видеосюжет из этого реабилитационного центра, который называется «Росинка», который расположен в новом городке, о том, как там детишки проводят время. Давайте посмотрим. Красный. Красный. Белый. Белый. Хорошо. Такая стимуляция развивает вестибулярный аппарат и улучшает координацию движений. Эту и многие другие методики используют в отделении «Мать и дитя» реабилитационного центра «Росинка». Вот уже несколько месяцев в поселке Новый Городок работает долгожданная организация. Здесь детям с ограниченными возможностями здоровья помогают пройти комплексную реабилитацию, а родителям получить необходимые навыки. Об итогах работы директор и сотрудники центра рассказали в рамках акции «Мы вместе». Пригласили всех неравнодушных, участвовавших в открытии отделения, в том числе инвесторов, представителей местной администрации и общественных организаций. И считаем, что репритационный центр для детей в Абидов-Пчелковском муниципальном районе занимает достойное место среди других репритационных центров в Московской области, о чем сказал и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробин. Мы, конечно, очень рады, что на нашей территории, на территории Щелковского муниципального района открылся такое долгожданное, всеми ожидаемое репритационное отделение. Вся необходимая для занятий инфраструктура в наличии и даже более того. Есть и соляная пещера, и сенсорная комната. Чтобы записать своего ребенка на занятия в центр, родителям необходимо подать заявление в Щелковское управление соцзащиты. Там составят индивидуальную программу получателя социальных услуг, где будут указаны форма и место реабилитации. Затем уже в центре составляют свой план с индивидуальным подходом к каждому ребенку. Длительность такой программы около двух с половиной месяцев. У меня остается только добавить, что создание этого центра стало возможным еще и благодаря областной программе реструктуризации военных городков, потому что как раз само помещение, оно, естественно, реконструировано. Это здание бывшего учебного центра, бывшей воинской части. Жанна Алиберт, у нас сразу два звонка есть. Вот пока мы смотрели видеосюжет, нам позвонили сразу два зрителя. Давайте послушаем первый звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вот у меня вот такой вопрос. Я пенсионерка, а льгот у меня нет. Мне 65 лет. Раньше мне, позапрошлом году давали путевку бесплатную в санаторий на лечение. Вот я хотела узнать, какие правила в этом году, может быть, пенсия какая-то определенная должна быть, или просто путевки буду давать пенсионерам неработающим, или без льгот, или, может быть, какие-то новые законы приняты по этому вопросу. Спасибо за вопрос, Жанна Альбертна. Вопрос ваш понятен. Вам необходимо предоставить в Управление соцзащиты справку для получения путевки от участкового врача, а также предоставить документы о доходах совместно проживающих с вами лиц. То есть полтора прожиточного минимума на сегодняшний день – это 17 тысяч рублей. И если ваш доход не превышает данную сумму, то вы можете обратиться в Щелковское управление соцзащиты, либо можете представить документы через многофункциональный центр, который также принимает документы от граждан для оказания услуг. Спасибо. Давайте еще один звонок примем, потом продолжим наш разговор. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло. У меня что-то со вторым звонком проблемы. Здравствуйте. Опять у нас небольшие проблемы со связью. Надеюсь, что попытаются еще дозвониться. Я хочу спросить. Вы говорили, как много людей у вас обслужено за прошлый год, сколько детей, пенсионеров приходят в реабилитационные центры. Выездные бригады ездят по отдаленным, так скажем, населенным пунктам нашего района. Вопрос такой, хватает вам людей вообще вот так вот? Потому что те же выездные бригады, да? Каждый день, наверное, во Фряново, Мунино, не наездишься. Ну, существуют планы работы, в соответствии с которыми мобильные бригады выезжают. То есть не всегда есть необходимость, поэтому все это спланировано. Специалисты работают. На сегодняшний день стараемся оказывать услуги всем, кто обращается. То есть как таковой очереди за назначением услуг нет. Ну, а кадры где берете для работы? Кадры у нас сложившиеся. А также обращаемся, вот если необходимы те или иные специалисты, обращаемся в центр занятости. Кто-то, зная о наших службах, очень давно приходят сами. Ну, вот вы говорили, когда шла речь о центре для детей «Семья», сказали, что очень большую помощь вам оказывают спонсоры, меценаты, да? Помогают обеспечить детей подарками. Какие-то еще формы, так скажем, внебюджетного финансирования есть? Ну, данное учреждение, оно является казенным учреждением Московской области и финансируется за счет средств бюджета Московской области. Вот режиссер мне подсказывает, вернулся к нам звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Жанне Альбертовне. Я вас слушаю. Жанна Альбертовна, скажите, пожалуйста, какое состояние в этом году по путевкам для инвалидов? На сегодняшний день инвалиды, как и в прошлом году, вот в 2016 году, были обеспечены на 30%. На сегодняшний день существует определенная очередь для именно федеральных льготников по обеспечению путевками. Я так думаю, что вы свои координаты оставите. Мы вам завтра перезвоним и сообщим ту информацию конкретно по вашей ситуации о праве на получение санаторно-курортной путевки. Ситуация не изменилась, то есть примерно такое же количество путевок будет выделено федеральным льготникам и в 2017 году. В прошлом году я путевку не получала. Ну, я сейчас вам не могу ответить, получите вы ее или нет, потому что на сегодняшний день есть определенная очередность. Давайте мы с вами завтра свяжемся и поговорим конкретно о вашем случае. Хорошо. Спасибо за звонок. Спасибо, Жанна Альбертовна. Я предлагаю посмотреть сейчас еще один видеосюжет о том, какая еще дополнительная помощь может быть оказана органам соцзащиты. Давайте посмотрим. Открытым доступом. Одно из таких социально ориентированных НКО Всероссийского общества инвалидов. Председатель Щелковской организации ВАИ Владимир Барыкин, в который входит более 6800 человек, не первый год оказывает услуги, которые мы привыкли считать государственными. Наша организация уже второй год занимается и выдает технические средства инвалидам, то есть как социально ориентированная организация. О деятельности социально ориентированных НКО можно будет узнать из сводного перечня, к формированию которого уже приступили в Щелковском районе. Этим перечнем воспользуется Общественная палата и правительство области для определения конкретных исполнителей социальных услуг. В него войдут некоммерческие организации, отвечающие целому ряду требований, главный из которых – наличие регистрации в налоговых и иных органах и государственных фондах. Районная администрация и Общественная палата в таких вопросах работают в полном взаимодействии. Еще одно новшество, о котором нам рассказали. Как органы соцзащиты планируют сотрудничать с этими некоммерческими организациями? На сегодняшний день на территории именно Щелковского муниципального района тех организаций, о которых говорилось именно на данном совещании, их как таковых нет. Потому что речь о организациях, о которых шла на данном совещании, они обязательно должны быть включены в реестр поставщиков социальных услуг. Это одно из основных условий, чтобы мы, как орган социальной защиты, в индивидуальную программу получателя социальных услуг могли включить именно ту или иную некоммерческую организацию. То есть пока не будет в реестре той либо иной организации, мы не сможем в индивидуальной программе прописывать ту или иную организацию. Со всеми общественными организациями, которые работают на территории Щелковского района, мы всегда сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать, потому что мы получаем от них много информации. Стараемся оказать им посильную помощь, если им это необходимо. То есть мы взаимодействуем и работаем плотно. Ну а вот если можно более подробно о том же нововведении, которое в прошлом году произошло, это передача Центра занятости населения, тоже ваше введение. Вот насколько плодотворно удается с ним сотрудничать? Мы работаем как единое целое. В 2016 году, когда произошло объединение Министерства социальной защиты населения и Комитета по труду и занятости, после этого объединения Центры занятости стали относиться к Министерству социального развития Московской области. На сегодняшний день, это такое же наше учреждение, мы сотрудничаем, решаем совместно задачи, которые ставит перед нами Министерство и будем работать как со всеми нашими учреждениями, которые с 1992 года в структуре социальной защиты. Да, у Центра занятости несколько другая функция, то есть у них помощь гражданам трудоспособного возраста. Но с 2016 года появилось новое большое направление в работе, это трудоустройство инвалидов, хотя оно и было ранее. Но так как теперь в индивидуальных программах реабилитации, которые выдаются в бюро медико-социальной экспертизы, прописываются рекомендации для тех, кто имеет инвалидность, но может работать, то данные люди идут также в Центр занятости получить рекомендации, либо, может быть, о переобучении, либо, может быть, найти работу. То есть это большое направление работы, и наш Центр занятости, те показатели, которые есть по Московской области, он их также выполняет. И данное направление в этом году также продолжит свою работу. Жанна Оливертоновна, хочу еще раз обратиться к ежегодному обращению губернатора Подмосковья к жителям региона. Процитирую Андрея Юрьевича Воробьева. Важна полноценная интеграция инвалидов в жизнь общества. Доступная среда – это не просто пандус. Мы одни из первых начали тестировать маршрут передвижения инвалидов в городе, оценили препятствия на его пути. Обязательно продолжим это важное дело. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, как осенью как раз такой маршрут был проложен по городу Щелково. Ну, после того, как посмотрим, давайте еще тогда обсудим. Хорошо. Шаг один, шаг второй – самые естественные движения, над которыми большинство людей задумывается редко. Но есть в городе Щелково жители, для которых 20 сантиметров бордюра станут непреодолимой преградой. Постепенно реализуется в городе программа «Доступная среда». Проверить, насколько доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья улицы и социальные объекты, решили депутаты Щелковского района. Совместно с экспертом общественной палаты Светланой Паршиной и представителями Координационного совета по делам инвалидов начали с осмотра новой гордости города – улицы Парковая. Для колясочников многое там доступно, проехать хорошо, за исключением одного пешеходного перехода, где сужено и неправильно понижен бордюрный камень по бокам. Лавочки немножко не предусмотрели, потому что по нормам нужно, чтобы был один хотя бы подлокотник. От пешеходной зоны перешли к центральным улицам. Множество проблем на улице Шмидта. На большинстве пешеходных переходов не опущен бордюрный камень. А вот на Краснознаменской недавно прошли работы, во время которых постарались учесть стандарты доступной среды. Однако самими представителями сообщества при этом не посоветовались и допустили несколько недочетов. Мы будем обращать внимание на те нюансы, которые мы сегодня проговорили вместе и с общественной палатой, и с депутатским корпусом. И безусловно, все, что возможно, необходимо устранить, и чтобы эти объекты были доступны. У нас есть еще один звонок от нашего зрителя. Давайте ответим, а потом тогда уже перейдем к обсуждению видеосюжета. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вам звонит Нечаев Борис. Я хотел бы сказать, здесь шел вопрос о присвоении звания ветерана труда. Я обращался в том году в функциональный центр, не знаю, он вам подчиняется или нет. Там я вот дважды приходил и никак не могли мне полностью рассказать, что нужно. И приносил документы. Но когда я пришел, вот управление к вам на Краснознаменскую 12, я скажу, что рассказали все ваши специалисты, подсказали, все сделали, и мне теперь присвоили звание ветерана труда. Я хотел бы вам, Жанна Альбертовна, сказать огромное спасибо, что у вас есть такие специалисты, очень добродушные, отзывчивые и всегда могут помочь. Нам бы побольше таких учреждений. Большое вам спасибо. Вам спасибо за высокую оценку работы управления и учреждений. Это даже не вопрос, а просто слова благодарности. Но мы вернемся как раз к сюжету, который только что посмотрели. Жанна Альбертовна, с вашей точки зрения, как у нас в районе реализуется программа «Доступная среда» для лиц с ограниченными возможностями? При администрации Щелковского муниципального района работает Координационный совет по делам инвалидов, который ежемесячно собирается на свои совещания и обсуждает насущные проблемы, касаемые доступной среды для маломобильных групп населений. На сегодня это очень актуальная проблема, и данную проблему можно решить только совместными усилиями всех организаций, независимо от формы собственности. То есть руководители администрации не смогут выполнить поставленную задачу, а на сегодняшний день планка по доступной среде, это 55% объектов должно быть доступным для маломобильных групп населения. Поэтому к данной работе Координационный совет подключил все управления, все организации, которые должны непосредственно принимать участие в организации доступной среды. То есть это и дорожные службы, это и здравоохранение, и образование, и культура, и физкультура. То есть мы должны поменять свое сознание, мы должны понять, насколько сложно в сегодняшнем мире именно людям, которые малоподвижны, которые пользуются техническими средствами реабилитации, колясками, а также и мамочки с детьми, которые порой действительно не могут просто переехать через бордюр. Поэтому вот на сегодняшний день проходят выездные комиссии, когда представители администрации, представители управления соцзащиты, а также тех ведомств, которые мы обследуем, выезжаем на места, смотрим, и ежегодно планка становится все выше и выше. И хочется отметить, что на сегодняшний момент есть понимание того, что среда должна поменяться. И задача и в этом году очень большая для нашего района, и я думаю, она будет с каждым годом все больше и больше. Вот я говорю, на сегодняшний день 281 объект в реестре объектов, из них 157 доступны в той или иной степени. Стремимся к 100%. Конечно, это тяжело, когда в предыдущие года мало кто на это обращал внимания. Это дома старой постройки, где порой просто нереально поменять эту планировку. Мы рассматриваем все вот эти вопросы на Координационном совете, и в каждом конкретном случае нужна конкретная помощь, потому что без совместной работы что-либо сделать просто невозможно. Поэтому я думаю, что Координационный совет обороты будет набирать еще больше, будем привлекать все организации, независимо, повторюсь, от формы собственности, для участия в формировании доступной среды для маломобильных групп. Большое спасибо, Жанна Альбертовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Спасибо вам еще раз. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!